Ребятки, всем привет! Я только что отвела Серёжу Ой, Сёму к Серёжу с добродетелем И он опять так плакал Это так печально было Всегда так расставаться с ним Но потом он быстро успокаивается Я знаю, что всё будет хорошо, он нормально будет играть Но это печально А я сейчас еду в торговый центр За одеждой, за штанами как минимум И мы там с мамой встретимся Поэтому я буду не одна Я вообще планировала ехать одна Ходить по другому центру, убирать одежду Но спросила у мамы, она оказывается Сегодня с вечера работает Поэтому она согласилась со мной встретиться Я буду не одна ходить И поручаться прогуляюсь Если что-то куплю, то хорошо И потом поеду к окулисту Офтальмологу, точнее Как называют их? Как правильно вообще называть их? К офтальмологу, короче, поеду Проверим зрение и там уже посмотрим Может быть даже Серёжа куда-нибудь сегодня в кино сходим Но это не точно Посмотрим по ситуации По моему самочувствию Потому что сегодня с утра Я себя чувствовала не очень Как обычно Сейчас у Серёжной мамы покушала салатик Вроде зашёл Надеюсь, что всё будет хорошо Мы зашли перекусить Точнее я И смотрите, как выглядит печально мой заказ Ни бургера Ни сырного соуса И взяла ещё Клюквенный морс Но это в другом месте Сейчас перекусим Я себе уже нашла штаны Поэтому сейчас поедем Пойдём их покупать И я выбрала себе штаны Но они у меня немного велики Сейчас Но я думаю, что Возможно, они сядут после стирки И В них очень комфортно Намного комфортнее, чем Я вот эти вот мерила Эти были XS А это S У меня В джинсах уже неудобно ходить Я отпуговку не застёгиваю А вот эти прям хорошо сидят Тут ещё можно подрасти чуть-чуть Поэтому я решила их выбрать Сейчас будем покупать Ну и футболку такую простую взяла Такие лёгкие штанишки Ещё хотела костюм взять Но рубашка мне не понравилась Поэтому не взяла Короче, будем ходить вот так Смотрите, разрез Ребятки, знаете, где я оказалась? Смотрите, мы в кинотеатр пришли У нас прошло уже очень много времени С последнего включения Я уже съездила к офтальмологу Всё хорошо За исключением того, что у меня минус 3,5 Но рожать самой можно Потом ещё осмотр будут в 30 недель Сейчас 10 И потом я съездила до дома Оставила свои покупочки Сейчас мы с Серёжей приехали в кино У нас начало уже скоро Через 20 минут, наверное И до вечера Пошли на ужастик Не знаю, посмотрим, как я это выдержу Но я люблю ужастики, на самом деле Мы сегодня ещё отдыхаем с Серёжей А Сёмка отдыхает с бабушкой Всё у них хорошо Погуляли они классно сегодня В общем, всё прекрасно У нас следующий день Сегодня я проснулась Так же, как, в принципе, и встаю с Сёмкой В 7 часов Но встала, правда, попозже Ещё долго лежала в кровати В 8 встала В итоге сходила в душ Серёжа ушёл на работу И я сейчас Не знаю, просто Смотрю на окружающую обстановку И такой бардак у меня бывает Ну, очень редко Но последний месяц Это постоянно у нас И меня так раздражает это всё Просто Ну, я не могу это убрать Потому что мне сегодня опять плохо Меня тошнит с самого утра И прямо ужасно Потому что я пытаюсь что-то поделать Ну, нужно разобрать Как минимум Убрать какие-то продукты Которые, знаете Я с утра, когда завтракаю Я достаю продукты Из холодильника Просто так вот Закрытым носом Чтобы не почувствовать Никакой запах В итоге потом Я не убираю После себя продукты Потому что, опять же Не хочу, чтобы лишний раз Открывался холодильник Короче, это такая жесть Вот это всё накапливается Это всё нужно убрать Но я не могу Потому что я начинаю шевелиться И меня прям ужасно мутит Я, не знаю Наверное, кажется вам Что жалуюсь на это постоянно Да, на токсикоз Но я, конечно же, рада Что у нас получилось забеременеть Да, что у нас с малышом всё хорошо Но вот этот токсикоз Он прям выбивает из жизни Я прям очень хочу Чтобы поскорее это наступило Не знаю Тринадцатая, четырнадцатая неделя Чтобы стало легче Прям капец У меня тут до сих пор, видите Покупочки вчерашние На столе Там всё мои Вчера утром Пластилин играли Тоже до сих пор лежит Кухню я даже вам сейчас Показывать не буду Но всё-таки нужно Сейчас всё заставить И Вот это Прибраться Запустить посудомойку Хотя бы и пылесос И съёмки в комнате Сегодня я поеду в детский сад Я вчера, кажется, вам не говорила Я позвонила В итоге было одно место Вот на сегодня На полчетвёртого Конечно, это поздновато Но Так как у меня Отменился приём В женской консультации Который должен был быть Тоже полчетвёртого Я согласилась прийти У меня врач вроде в консультации Заболела Или что-то типа такого Короче, приём отменился Я поеду в детский сад Заключать договор И Сёмки Дадут место Я так поняла Что Ну это по телефону Потом ещё всё поподробнее расскажу В июне Сёма начнёт ходить И всё лето там будет Как бы Неполный день А типа адаптация у малышей будет И с сентября там уже начнётся Ну кто захочет Можно будет на полный день ходить Ну это так По телефону Только первая информация Дальше что узнаю Я конечно же вам расскажу Сказали Там нужно будет Медкомиссию пройти Но всё подробнее Уже сегодня узнаю Вот и потом После садика Поеду за Сёмкой Надеюсь Что меня отпустят Потому что Сёма обратно на такси Поедем Меня в такси Очень сильно укачивает Вчера с Серёжей Пока до дома доехали После кино Прям вообще Ой, было ужасно Но я потом сразу спать легла И в принципе Всё прошло Благополучно Мы кстати Ходили на фильм На ужастик Это назывался Крик Я написала в телеграме И сказали Что очень романтично Ну да Но мы не романтики И особо в кино смотреть нечего А ужасы я люблю И поэтому мы Сходили И посмотрели Ну вот так вот До 11 Что ли в 11 Или пол 12 Мы домой приехали Такие дела Я буду Приходить В себя Потому что Просто не могу А я знаете Я ещё вам не показала Что я купила Сейчас покажу Вчера Я купила вот такой вот наборчик Для того Чтобы Делать фотографию Там Я раз в 2 недели Как сёмкой Буду делать фотографию Животика Начну вот Сегодня сфоткаю 10 недель Получаются вот такие вот Трусики И топик Буду в нём фоткаться Когда я была беременна Сёмкой Я фоткалась В бодике Но Мы с мамой посмотрели Ничего нормального Не нашли И решила Что возьму Вот так вот Просто топ И трусы И буду делать фотографии Потому что Сёмкой у меня Есть альбом Беременный Где там Просто живота был Каждые 2 недели Я фоткалась Но я его до сих пор Не распечатала У меня вообще много фоток На печати лежит Я всё хочу Но никак у меня руки Не доходят Получается Сейчас Сёмкин годик Отпраздную Сделаю Фотографии Конечно же Буду праздновать И уже потом Закажу Распечатанные фотки Вот как раз Тот альбом С животиком И сегодня Сейчас вот прям Разберу Весь бардак Дома И схожу До Озона Сёмке пришёл Подарок Я пока Воспользуюсь случаем Что Сёма нет дома И конечно же Проверю его Всё И уберу В кладовку Наверное Пока что Вот Чтобы до дня рождения Он постоял Ещё нужно заказать Шарики Наконец-таки Написать Просто Время идёт Сегодня уже кажется Шестое У Сёма через шесть дней День рождения Представляете Сёма будет Два годика У меня просто Я в шоке Вроде только родила И уже два года День рождения День рождения День рождения Что с чего-нибудь Машинки Ножницы Ножницы Так как она Парикмахер Да И они Справились Мама Ау Мама Мне конечно Непривычно Потому что Длинные волосы Мне конечно Нравятся Но так хоть Поудобнее И им будет Меньше Запутываться Ты хочешь Мультики Посмотреть? Ну я не знаю Твой телефон Сломался Лучше Вон на трактор Посмотри Трактор там работает Ребятки Я сяду Как-нибудь Вот так Блин Тут на кровать Просто Сёмки Поставила Камеру Мы сейчас Играем с ним Робот Пылесосит И Что у нас По садику Всё хорошо Мы подписали документы Ездили вместе С Серёжей Он освободился Пораньше И вот мы как раз Съездили в садик И потом поехали За Сёмкой вместе Уже все дома Подписали заявление Что Сёма зачисляется В детский сад Сейчас нам нужно Пройти медкомиссию Подготовиться к садику Эту комиссию Нужно пройти До 30 мая Отдать карту Потому что что-то там Медсестра в отпуск уходит В общем Нужно будет ей отдать И с 5 июня Сёма начнёт ходить в сад Я только не поняла Там ещё нужно будет справку 5 числа мы придём И в этот же день Нужно будет принести справку Ну то есть мы наверное В пятницу её получим Аккредиану Что он здоров И он начнёт ходить С понедельника С 5 июня Это я просто была в шоке От того что Я сейчас вот этим всем занимаюсь Что у меня уже такой взрослый ребёнок Который идёт в детский сад И до сих пор Как-то волнительно Даже мне наверное Понятно Сёма пока не особо понимает Я у него спрашиваю Хочешь ли он в детский сад Он говорит да Но он же не знает Что это такое А я вот прям волнуюсь Как-то И переживаю Чуть-чуть Оп Аккуратней Нужно вот этим Всеми сейчас Вопросами заниматься Как раз Но всё равно На следующей неделе Нужно будет идти на приём Педиатру Для того чтобы посмотреть анализы Ещё хочу в субботу съездить Сёма и сделать УЗИ С Серёжей Чтобы вместе Чтобы он держал его Ну помогал по крайней мере Суставы этого Потому что что-то из поликлиники Так и не позвонили Видимо полная запись Невозможно туда протиснуться Но ничего Мы сами сделаем И уже на следующей неделе Пойдём Запишемся ко всем специалистам Которых нужно будет пройти Там ещё какие-то анализы Потому что бутной анализы Это скорее всего Прям Прям очень близко К тому Дню Когда пойдём в сад Да? Ой, аккуратней Пока что Ни группу Ничего не сказали Но вроде как Там будут все Тоже малыши Которые только Будут адаптироваться И они вот постепенно Будут приходить в группу Что, сын? И всё Получается Первый день Там с девяти На три часа А там уже дальше Как скажет воспитатель Постепенно будем Адаптироваться Вот такие вот дела Весём Сейчас тут Играем Да, Семён? Ой Ой-ой-ой Ой-ой-ой И, наверное, я хочу Закончить Влог на сегодня Получился Два дня Постараюсь Сегодня-завтра Его смонтировать И загрузить Но ничего не обещаю Надеюсь, что у меня Конечно же Получится Ой Радуешься Ребёнок Теперь некоторые Зрители тоже будут Радаться Говорят Господи Наконец-то Вы его Постригли Ну я скучаю По его Таким Длинным волосикам Ну ничего Грузовик Точно Ладно, ребятки Увидимся с вами В следующих видео Всех люблю Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok